Здравствуйте, я приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Сегодня мы завершаем нашу серию проповедей, посвященных книге Неемии. Некоторые люди делают себе список хороших обещаний. Например, в начале Нового года, но вскоре понимают, что не хотят или не могут его придерживаться. То же самое произошло и с Неемией. После того, как Иерусалимская городская стена была построена и освящена, израилетяне приняли твердое решение заново посвятить своей жизни Богу. Но спустя всего несколько лет Неемия вынужден был констатировать, что народ недолго соблюдал заповеди Божии. Как отреагировал на это Неемия? Чему могут поучиться христианские лидеры у него как лидера? И где найти надежду в такие времена? Об этом вы узнаете от пастора Вольфганга. Сейчас мы перейдем к последнему стиху книги Неемии. Итак. Тринадцатая глава. Книга Неемии, тридцать первый стих. Если хотите, то можете сейчас все вместе подняться. Но наш сегодняшний текст совсем короткий. А именно это последнее предложение книги Неемии. Неемия завершает свою книгу такими словами. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Аминь. Ну а теперь можете присаживаться, дорогие прихожане. Мы не видим в конце книги Неемии великого финала. Освещение стены было просто грандиозным. И, собственно, Неемии следовало бы остановиться на двенадцатой главе. Тогда бы эта книга имела триумфальный конец. Освещение стены, мощное прославление, проход двух хоров по стене. Оликование Иерусалима было слышно на очень дальнее расстояние. И они славили Господа. Вот этим и кончается двенадцатая глава, но за ней следует еще и тринадцатая глава. И сказанное в ней все меняет. Святому Духу пришлось по душе то, что произошло после этого освещения стены. Неемия снова вернулся на службу. У вавилонского царя он был директором отдела напитков. То есть там был погреб с напитками, и он им заведовал. Согласно Библии, его должность называлась Виночерпий. Вавилонский царь всего лишь отпустил его на некоторое время, чтобы он построил стену в Иерусалиме. Поэтому после того, как все было готовым, прославление спятым, радость была безгранична, неемия снова вернулся в Вавилон. Он пробыл там двенадцать лет, и вот он был вынужден сказать этим людям, «Мне нужно назад». Я хочу посмотреть, как сейчас идут дела в Иерусалиме. Что делается там в храме? Что делается в городе? И что делается со стеной? Именно об этом он рассказывает нам в тринадцатой главе. И что же за это время произошло в Иерусалиме? Храм был осквернен. Священник Елиашиев в частном порядке отделал для своего родственника Товии эксклюзивную комнату в погребе храма. Возможно, беря с него при этом хорошенькую плату. То есть, начал устраивать бизнес с просторными помещениями храма. В итоге, как это описывается в стихах с четвертого по восьмой, в храме началось кумовство. И вот вернулся неемия и все это увидел. Подобно Иисусу, начистившему храм от миновщиков и торговцев, Неемия сообщает нам в девятом стихе «И сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божьего». Хлебное приношение и ладан. Неемии пришлось... Он вынужден был начать все сначала. Когда Неемия вернулся в Иерусалим, он обнаружил, что церковь больше не давала левитам и певцам положенной им доли за их служение. Поэтому левиты оставили свое служение и вернулись в свои селения, чтобы возделывать там поля. То есть, храм был покинут. Он пришел в запустение. В 11 стихе мы видим, как Неемия отреагировал на такой непорядок. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их. Тут он говорит о левитах. И поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И далее Неемии довелось увидеть следующее. Когда он вернулся назад через 12 лет, люди перестали соблюдать даже шаббат. В 15 стихе сказано, «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Разве не в этом покаялся за несколько лет до этого Божий народ? Это было великое покаяние в том, что они не соблюдали шаббат. И они покаялись в письменной форме, чтобы такого больше никогда не происходило. Они хотели служить своему Богу, соблюдать Его заповеди и почитать шаббат. Но в итоге они вернулись к тому, что было раньше. Они совершили заново тот же грех. Как же опустошающе должно быть было это все для Ниемии. И что же он с этим сделал? Он вмешался и здесь. Приказал закрывать ворота города в субботу, чтобы торговцы не могли войти в Иерусалим. И что тогда стали делать торговцы, пришедшие из чужих земель? Они стали ожидать ночью за воротами, в надежде на то, что жители Иерусалима сами выйдут к ним и что-нибудь у них купят на шаббат. Это был открытый призыв ко греху. Но тот вмешался Ниемия и прогнал торговцев. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И далее он видит еще один непорядок, а именно смешение религий. 23 стих. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, амнитянок, мавитянок, и от того сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я хочу сейчас еще раз подчеркнуть то, о чем мы говорили на нашей прошлой проповеди. Здесь речь идет не о расизме, а о разрушении веры. Христианам также разрешено вступать в брак с кем угодно, независимо от расы, языка или цвета кожи. Для Бога это не имеет никакого значения. У Бога вообще нет такого представления, что кого-то нужно уважать больше. Если один христианин вступает в брак с другим христианином, то делать это нужно с общей верой в Господа нашего Иисуса Христа. Эту заповедь тоже поклялись соблюдать вернувшиеся домой иудеи. Они зафиксировали это в письменной форме. Они написали, что будут покорно следовать за Богом, но и об этом Божьем распоряжении они забыли. Вместо этого они нарушили свое собственное слово и свое собственное обещание посвятить себя Богу. И это произошло всего через несколько лет. Дорогие мои, в этих строках снова все видно. Где же все это величие новой стены? Но Бог желает, чтобы мы дочитали эту главу до конца. Вот что пишет Немия в предпоследнем стихе своей книги. Это 30 стих. «Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его». Этот Божий человек все не сдавался, и он не уставал снова и снова направлять народ Господень к Божьему Слову. Отцы христианства, а особенно реформаторы церкви, называли это «семпер реформанда». Это латинское выражение. Мы говорим «общины» и Церковь Иисуса Христа снова и снова нуждается в реформации. Немия был реформатором, который всю свою жизнь не прекращал работать во благо Царства Божьего и Божьего народа. Но давайте, дорогие прихожане, попробуем поместить себя на его место. Представьте себе, что это вам заключительная глава такой «Триумфальной книги» посылает столь опустошающую новость. О том, что все снова вышло из строя, я думаю, что Немия должно быть когда-то точно расстраивался, ведя эту постоянную борьбу, ибо последние слова его книги, которые мы недавно с вами прочитали, звучат как «Страстное воззвание к своему Богу». Это 31 стих. «Помяни меня, Боже мой!» «Во благо мне!» Это очень волновало этого человека. Эта просьба встречается в этой главе даже трижды. Обратите свои взоры сейчас к 22 стиху. Итак, это 13 глава книги Немии, 22 стих. «Из-за сие помяни меня, Боже мой!» Говорит Немия. Он говорит это уже там. «И пощади меня по великой милости Твоей». И в третий раз, а точнее, это будет первый раз среди этих трех воззваний в 13 главе. Он пишет так в 14 стихе. «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при Нем». И этим он не ограничивается. Эти слова, эту просьбу он уже высказывал в 5 главе, в 19 стихе, и еще в 6 главе, в 14 стихе. То есть он целых пять раз в своей книге сказал своему Богу. «Помяни меня за это, Боже мой, во благо мне. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Твоего». Он ощущал на себе бремя. Он вел борьбу, он показывает нам, как трудно ему было служить народу Божьему, несмотря на всю радость и благословение. Это была и просьба, и одновременно тягостный вздох. И мне хочется перенести это и на наше время, дорогие мои братья и сестры. Именно так и ощущают себя многие церковные лидеры в Божьем Царстве. Работать над душами не так уж и просто. Вы делаете три шага вперед, а потом вынуждены сделать четыре шага назад. Вы делаете два шага вперед, а потом... еще один, а затем снова пять. Но только на этот раз уже назад. Я знаю, о чем я говорю. Эта работа длится по несколько часов. Иногда приходится много лет заниматься душепопечительством, воскресенье за воскресеньем, читать проповеди, убеждать и поучать. И вот вы взываете к людям в зале, и они говорят, да, пастор, мы хотим служить Господу, мы хотим посвятить себя Ему, мы хотим посвятить все Иисусу. Стена построена, мы исполнены радости, мы празднуем и поем хвалебные песни. И затем наступает проверка на практике. И тогда мы снова слышим о том, что кто-то предпочел светскую жизнь. И тогда мы снова слышим о том, что чей-то брак распался. И тогда мы снова слышим о том, как кто-то развелся. И тогда мы снова слышим о том, что снова начались тяготы. И тогда мы слышим о помолвке с нерожденным свыше человеком кто-то хвалился. Я буду следовать за Иисусом. И вот прошел всего день, недели, ну, две недели или год, и выяснилось, что это были просто слова. И этот человек вернулся к светской жизни. Так и до депрессии недалеко. Да, так и до депрессии недалеко. И Ниемия, судя по всему, впал в депрессию. Он с такой радостью вернулся в Вавилон к своим обязанностям. Он говорил, аллилуйя, дело пошло. Но где-то внутри себя он понимал, надо съездить и еще раз посмотреть, как у них там дела. А там, оказывается, вот что было. И тогда Ниемия сказал, Боже мой, помяни меня, не забывай о том, что я сделал. Затем начались споры. А потом и клевета, и непослушание, и неверие. И снова пришлось нажать кнопку сброса и вернуться к началу. В послании к евреям сказано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью. И далее следует вот такое дополнение, а не воздыхая. Помните Павла? Он тоже был беспокойным человеком. Хоть он и считал, что его братья и сестры по вере все-таки поняли благую весть, он все равно вынужден был написать галатам такие слова. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». Вы думаете, что они это поняли, что это, наконец, вошло в их сердца? Ну, потом они снова начинают верить в другое благовествование и снова слушают другие учения. У галатов это зашло так далеко, что Павел даже воскликнул в третьей главе. «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас?» Ну, кто прельстил эти души, и они пошли таким ложным путем? Они говорили, «Я хочу прожить всю свою жизнь с Богом», но они этого не делали. «О, несмышленные галаты! Ну, кто прельстил вас не покоряться истине?» «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Ну, о Колосином он писал, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас. Должно быть, в этом зале есть кто-то, кто думает, ну, наверное, здорово стать пастором, но я вам говорю, сначала сто раз подумайте и хорошенько подумайте. Изучите сначала эту стезю. Быть пастором не значит строить карьеру, это значит работать. Это тяжелое бремя, и это тяготы. Это очень большое давление. Это периодические разочарования и удары судьбы. Это великая нужда. Не имея взывал, «Боже мой, помяни мою ситуацию, не забывай о моей борьбе». Лично меня особо впечатлили следующие слова. «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». И Бог помянул его. Это просто прекрасно. Если вы дошли в своих размышлениях до такого, то вы вполне можете стать пастором. Да, ибо в послании к евреям сказаны такие замечательные слова. «Ибо не неправеден Бог». «Чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». И поэтому Павел писал Коринфянам в первом своем послании такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные», писал он, «будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспеваете в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». И вот благодаря этому предложению я и продолжаю стоять за кафедрой уже более полувека, то есть 50 лет. «Зная, — говорит он, — что труд ваш не тщетен перед Господом, не имея, о, я понимаю твои слезы, я понимаю твои тяжелые вздохи, но послушайте меня. Помните о том, что Бог помянет вас и будет помнить о вашей борьбе. Поэтому будьте непоколебимы, преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен». Дорогие прихожане, ну как вы думаете, почему у нас до сих пор есть такая надежда? Потому что позади нас стоит Иисус Христос, самим нам не удержать на пути истинным наших единоверцев. Мы, а именно пасторы, не можем представить наших прихожан непорочными перед Богом никак. «Самим нам не удержать вас в святости, самим нам не сделать так, чтобы вся ваша жизнь была угодна Богу. Нет, нам самим этого никак не сделать. Но слава Господу, есть некто, кто сможет это сделать, и зовут его Иисус Христос, Сын Бога Живого. Наша работа от счастья связана и с неудачами, но поскольку в конечном счете не мы делаем эту работу, а Иисус, аминь, аллилуйя, наша работа однажды увенчается величайшим успехом. Так что, братья мои, послушайте меня. Наша работа однажды увенчается величайшим успехом. Это и ваше служение детям, это и встреча у вас дома, это и ваше душепопечительство, это и ваше служение, когда вы разговариваете с другими людьми, это и ваше служение, когда вы прославляете Бога. Чем бы вы ни занимались, ваше служение не напрасно. Даже если вы уже энное количество раз хотели бросить это занятие, а многие уже так и сделали, но Ниемия всегда возвращался к своему служению Богу, и вы поступаете так же. Бог с нами, и вот что сказано еще в Библии. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И в этих строках говорится не обо мне и не о вас, а о начавшем в нас доброе дело. И он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И вот какими словами завершается послание Иуды. Это просто суперслова. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все века. Аминь». Не имея, не отчаивайся. Бог запомнит твои труды и усилия во благо тебе. Несмотря на все неудачи и разочарования, никто иной, как Иисус Христос, наш Господь, позаботится о том, чтобы твоя работа не была напрасной. И Он своим добрым, святым Духом завершит работу, которую Он начал в нас. Поэтому мы, по милости Божией, и можем продолжать свой путь. Бог милостив — это тяжелая дорога. Это трудное служение, ведь нам приходится делать все усилиями нашей плоти, но дославится имя Господне, Сэмпор Реформанда. Наша церковь с утра до вечера, каждый день, каждого месяца, и все года до Второго пришествия Христа будет постоянно обновляться по милости Господа нашего и Иисуса Христа в Святом Духе. Сэмпорта. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.